В общем, пойдем Теперь снимаем с телефона Поскольку Батарея на камере села Фресайки, крылья, это точно не для нас Немерал, пошли отсюда Знаешь, по-моему, все-таки начинается Ну тут какой-то концерт, да Кип Холма, чарджи он В принципе, нас еще понравилось Понравилось, что ты приезжаешь на кампус И почти каждый день что-то бесплатное Вот сегодня, как я рассказывал тебе, да Вот панкейки можно было поесть У одной из общак Ну это видишь, мне кажется, это только чисто временное Последние недели лета Потому что очень много студентов Приезжаешь? Да, да Многие из этих мероприятий Посвящены заезду То есть, например, бургеры Сегодня, как не бесплатно То есть, мы 2 доллара за них отдали Условно Да Когда я зашел в International Center Предложили за 2 доллара купить купон На это мероприятие Но за 2 доллара Далее Можно было получить там Приличных размеров гамбургер И напиток бесплатный Там, колу Там, пепси Там, кока-кола Или вода обычная По выбору Но такие мероприятия Они будут круглый год Поэтому Да Рекомендуется В принципе Подписываться на разные Ньюслетры И держать Ухвостро Потому что Глядишь И Собственно Расходы Меньше будут Потому что Я был неправ В прошлый раз Ну, когда я видео еще снимал По хабу ходил Сказал, что 15 долларов В принципе На обед сытный Но на самом деле Меньше То есть, вполне спокойно Можно сытно поесть На 9-10 долларов То есть, до отвала просто Ну, а то есть В этих азиатских Можно очень Ну, в азиатских Вообще Да Но я ни разу У нас еще не было В азиатском Ресторане То есть, ребята говорят Какие-то В Кореевском Типа мясные Суши Которые Прямо на твоих Глаза Что-то она Неписимая Ну, вот опять же Мой наш рук Рекомендовал Азиатский Ресторан Когда говорил Про огромную порцию Лапши За те же 15 бакси Ну, не знаю Да Кстати, вот Про банки Ты пришел в CIPC Те сразу открыли счет Да А я вот пришел в другой банк Мне сказали Там начали appointment На конец следующей недели То есть, видимо В разных банках по-разному Или, может быть, как повезет Как повезет Потому что Мои товарищи В том же CIPC Они тоже сначала appointment Назначали А, понятно Я вот пришел Мне прямо сразу все сделали Да Ну, когда я пришел Мне сказали, что Мол, типа, все занято На этой неделе Видимо, просто очень много Народов пришел туда Ну да Я был не первый Попозже Да Я просто еще и не в первый день Пришел в этот банк Если бы я пришел прямо Прямо в свой день Заездом Может быть И меньше было бы Занятых мест Ну, в общем Имеет смысл Как только приезжаешь В универ Сразу же Открывать счет И Я попробовал В общем, самый дешевый Провайдер Мобильной связи в Канаде Это Windmobile За 30 За 30 баксов в месяц Если говорить о Манкт Ну, в общем О месячном Тарифе За 30 баксов в месяц Получаешь Если я правильно помню Безлимитные звонки Безлимитные Сообщения по всему миру Звонки по Канаде Безлимитные Безлимитные сообщения По всему миру И Если не ошибаюсь Безлимитный интернет Что здесь редкость То У остальных Операторов Скажем так И для сравнения За 40 45 баксов С учетом 10-ти процентной скидки Если у тебя свой телефон Или Или В общем да За 40 105 баксов Ты получаешь 500 750 минут По Канаде Звонков Да Безлимитные Сообщения по всему миру И 500 750 мегабайт Трафика В принципе В принципе Этого хватит за глаза Но Опять же Если так посмотреть Wind Mobile Намного дешевле Но Надо узнавать Подверживают ли Провайдеры Конкретной модели Телефон Потому что Я сегодня Не сегодня Вчера В Эдмондон Сити Мол Когда пришел Эдмондон Сити Центр Мол Да Да Так вот В Wind Mobile Посмотрели Моя модель Телефона И сказали Что С их оператором Она работать не будет С их И с еще одним оператором Не помню его название Но Не такой распространенный Второй оператор А вот Например Когда у нас На кампусе В CCIC Нет CCIS В корпусе CCIS Там Как там Center of Interdisciplinary Science Как так и называется Вот в этом корпусе Вчера По-моему Проходила ярмарка Мобильных провайдеров И банков И Я вот например Подошел К Virgin Mobile И Вот Они сказали Что с ними Моя модель Телефона работает То есть нужно вот Узнавать не только По тарифам Но и по Конкретным Конкретным Людям подходить Спрашивать Работает ли Ваш телефон С их С сетью Потому что Дело не только В частотах канадских По частотам Ваш телефон Подходит Вот Ты на это здание Показал Ты просто Узна сняли Чуть Ну да В общем А что знаешь Мне Нет я не снимаю Тартуар Я просто снимаю Вот Мне лично Ну мне Вот Туша лежит Таким зданием Мне реально очень нравится Стеклобетон Ну Москва тоже так неплохо Отстроили Москва Да Но Москва это всего лишь Один маленький райончик Островок скажем так С немосклевыми Ну Хотя там Есть еще несколько высотных зданий Конечно Но Сталинские высотные Нет нет Я не про них Есть еще Пара Практически немосклевых Не знаю Ты тоже сновидишь здание? Ну Походу Не знаю А вот Можно пройти Ну в общем Вот Как то так с мобильными Телефонами А еще один момент Про мобильные телефоны По какой то причине Другой оператор Fido Или Fido Как считается Не знаю Они Отказались Открывать Они отказались Продавать мне симку Потому что у меня еще не было Банковского аккаунта Банковского счета Может быть В разных операциях по-разному Потому что ты сказал Что твой оператор Открыл До того как ты получил счет Да Но вот например Fido Может быть Ты можешь оплачивать связь Только через Банковский аккаунт Может быть Да Может быть В этом дело Что нельзя Кэшем оплачивать Потому что Вот Верджин Мне сказали Потому что я мог бы прям к ним приходить Давать им наличку А У тебя Верджин И номер у тебя начинается на 780 Такой вообще во все Канаде на 780 Ну Или по крайней мере Вольверт Пришли Или нам Туда Лучше Гуляем Смотрим А вот Внутри 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 Знаешь что я предлагаю? Знаешь что такое путин? Ну да Там что-то Картошка Тоже ты уже ел? Не В общем это Знаменитое Знаменитое Канадское блюдо Которое продают Так же в Америке Но канадцы считают Что американцы не умеют Готовить путин Потому что добавляют в путин Много лишнего Настоящая путин Это исключительно картошка Чиз керс Ну Сыр Ну не знаю как правильно перевести Это Чиз керс Это не просто сыр натерт А что-то там Что-то сырное Специальный Да И грейвий Саус Что-то хочешь найти сейчас? Я просто не знаю А там нам много где продают Нет Я не предлагаю искать исключительно путин Просто Я говорю что Если я увижу путин Я буду путин Если на улице будет Бесплатно раздавать путин То надо взять Да нет Почему? Я готов даже забавить пару баксов Ужать путин Я только не знаю И в Макдональдсе продают В Макдональдсе тоже продают путин Да Но Опять же канадцы говорят что Путин не везде Настоящий Хороший Вроде бы говорят что В Макдаке нормальная Но не лучшая Тебе не смущает что название этого блюда Очень похоже на Фамилию Нашего президента Да Я думал сначала в блоге Известного мирового лидера Да Я думал в блоге Там пост свой Назвать Путин Вывесить Фотографию И написать читать дальше Заинтриговать народ Ну не Наверное не буду так делать Опасно Опасно Да В Канаде Мозык достать Я слышал по радио по Канаду Что там какие-то там Российские Боевые самолеты Тут Близко Границы с Канадой Летают Да Надо же Ну где там на севере Ты не узнавал Какие вообще Ну в принципе Вроде как Ты можешь В свой номер В универе Прийти в любое время Да? То есть там не было вроде Нет вроде готовых правил Когда ты туда возвращаешься Когда приходишь А ты видел там как бы даже Никто То есть я вот Никто не следит То есть да Нету никаких там бахтерщ И так далее То есть я вот просто Захожу Открываю дверь Вход в Крампус Опять же я не с общего хода хожу А вот именно вот Снизу получается да? Чисто вот в мой блок Да Да Ну как бы Открываю дверь На двери Я не думаю что она ночью там закрыта Ну по крайней мере с утра Я в 6 утра точно выходил Да 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 Черчилль Да Черчилль Вот здесь собственно был парад Ну вот здесь недалеко был парад Может имени Черчилль Да Кстати не знаю того ли Черчилля Нет Уинсона Черчилля Именно того Уинсона Черчилля Уинсона Черчилля И это единственный способ Она увидела что-то Ты там был да? Да Ты сказал ты здесь какой-то аккаунт настраивал? Ну не то что я вот записался в библиотеку В эту? Да Она как бы общая получается на весь Эдмонд То есть у нее много офисов В том числе университете Альберта То есть у них типа общий аккаунт А, понятно Ну здорово То есть ты можешь брать книжки тут И возвращать их в другом отделении О, это удобно В другой части города У себя в университете Да Хотя конечно вряд ли кто-то захочет брать книжки здесь Потом с ними таскаться до этого кампуса Нет То есть ты бы например здесь приехал Ну или вот тут записался Ну да, просто книжки тяжелые Ну сразу взял с собой книжки Книжки тяжелые там Ты особо много не унесешь Так нет, зачем много? Там как бы нельзя очень много То есть там как бы есть определенное количество На определенное время Что-то люди перечислили А, вот Ну видишь тут какая-то вон сцена настраивается Это со вчера еще по крайней мере она висит А, это? Да, это нас вчера висит Вот здесь как раз парад шел Вот как раз вот Мы проходим по улицам Которые они прошли Спортсмены эти Ну вот давай посмотрим Кто-то это Черчилль вновь Нет, нет, это не про Черчилля Нет, нет, это не про Черчилля Ну вот тут написано Черчилль Ну да В принципе он похож, да Это он и есть очевидно На того самого Черчилля Правда у него с одеждой что-то не то Да Ну пока мы теперь знаем Что это именно тот самый Уинстон Черчилл А вот тут что-то на кусок Вот тут какая-то кусок Вот тут что-то на кусок Слушай И музыкальный инструмент Стоит И музыкальный инструмент Ух ты, слушай И музыкальный инструмент Ставит Тут конечно исключительно электронный зум Сними масштаб Да, народу реально много Пол Эдмонта насыграл Ну ты, конечно, пошутил. Не, в этом-то, по-моему, где-то 900 тысяч населения. Ну, говорят, что там миллион там с приглядом. Ну, народ пришел музыку послушать. Не знаю. А вон, собственно, розовое здание Can The Place. Это что вообще такое? Can The Place, ты там получал свой СИН номер? Не, не там. Как не там? А где ты получал? Не знаю, может я что-то не то получил? Ты получал номер социального страхования? То есть я вот в Чорчиллу, в сити-центре на третьем этаже, там, как бы, отдал вот этот бланк. Или это не то? А, ты, видимо, отдал бланк на Альберта Health Insurance Plan, Health Care Insurance Plan, AHCIP. Это не то же самое, да? Это не то же самое. Ты не получал номер социального страхования? Видимо, нет. А как тебе тогда будут платить твою зарплату? Тебе нужно зайти вон туда? Ага. За 10 минут получить... Там на первом этаже есть Service Canada, там синие вывески. Получить за 10 минут буквально, если будет немного народу. Я надеюсь, мне это 2 сентября скажут на сборе. Лучше сделать это заранее, ведь это по-любому нужно. А я уже когда? Я думал, в субботу, воскресенье они не работают? Посмотри на сайте. В понедельник не работают? Посмотри на сайте. Мне кажется, должны работать. Это все-таки государственное место, где ты получаешь разные документы, в том числе страховое. Не думаю, по-моему, тут мало кого. Отдых превыше всего. Ну, да. Все-таки страна скорее социалистическая, чем... Не то, что Штаты. Но все же. Такая левенькая сборка. В общем, так вот, когда получишь этот самый номер социального страхования, приди в свой факультет и сообщи им его. Понятно. Потому что я когда, ну, я получил номер, пришел к своим, они сканировали его и, собственно... Ну, да. Ну, я думаю, об этом скажут на сборе на факультете, собственно, во вторник, надеюсь. Ну, в любом случае, зайдусь. Угу.